Дорогие товарищи, благодаря нашему звукорежиссёру Владиславу Исанчу мы на несколько минут перенеслись в далёкую даль, в пустыню Каракум, где никто из нас пока ещё не был. Но есть места подальше. И до майских праздников мы беседовали с Николаем Николаевичем Миклух Маклаем, руководителем Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научным сотрудником Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океане, Институт Востоковедения Российской Академии Наук, и, конечно же, с основателем и директором фонда имени Миклуха Маклаем, мы говорили о том, что Николай Николаевич вот-вот отправляется в дальнюю дорогу по следам своего великого прадеда, и как-то вот так вот в суе обмолвились, что если вдруг там среди благородных папуасов работает скоростной интернет, то мы попытаемся с Николаем Николаевичем выйти на связь. Между нами миллиарды километров, но благодаря всемирной сети на паутине, да, мы можем друг друга слышать, и вы присутствует при нашей беседе. Николай Николаевич, по Москве доброе утро. Здравствуйте. — Доброе утро. Рад вас слышать. И действительно, большое расстояние, и иногда трудности с интернетом, но я рад, что мы сегодня можем с вами пообщаться, и я могу послать большой привет от всех наших друзей, папуановых гвинейцев и папуасов берега Маклая, именно берега Маклая, северо-востока острова Новая Гвинее, который, как мы помним, недалеко от Австралии. — Да, Николай Николаевич, у папуасов в хорошем, в оригинальном смысле этого слова, сколько сейчас времени, чтобы мы как-то представляли нашу пропасть между нами и пространственную, и временную? — Сейчас 15 минут 6-го, полшестого, можно сказать, вечера. — Полшестого. — Мы немножечко опережаем здесь с нашими друзьями-папуасами время, поэтому небольшой у нас, так называемый, запас есть. — Да. Николай Николаевич, ну, несколько слов, конечно, о том, как добирались на перекладных. Вот, расскажите, нынешний маршрут 21-го века. Все-таки вы по следам прадеда, но, тем не менее, другими техническими средствами. — Пять самолетов, одна лодка, и мы на берегу Маклая. Всего лишь три дня. Сначала я отправился из Санкт-Петербурга в Москву, там на самолете до Омана. После Омана — Филиппины, после Манилы. После Манилы уже отправился в порт Морсби, это столица Папуа-Новой Гвинеи. Ну, а дальше уже до Маданга. Маданг — город относительно небольшой, портовый, и оттуда здесь уже, так называемая, база экспедиции, я бы сказал. А отсюда я уже здесь оставил большие сумки, взял уже только маленькие, для того, чтобы уже оказаться на берегу Маклая. И вот сегодня вы меня застали как раз в тот момент, когда я вернулся из основных деревень, немножечко загрузить все данные в компьютер, и потом дальше отправиться. Поэтому у нас сегодня великолепная возможность, конечно, говорить без больших помех. Николай Николаевич, ну, вот смотрите, три дня в дороге, да, в принципе, для избалованного прямыми рейсами туриста, чартерными, это необычное совершенно путешествие, да, но, смотрю, голос у вас бодрый, значит, вы уже пришли в себя. Какие они, вот, папуасы 21 века, с которыми вы встретились, вот, буквально вот вчера, позавчера общались? Вот расскажите о своих первых впечатлениях, когда на лодке добрались, наконец, до берега Маклая. Ну, самое главное, это они доброжелательные, действительно приветливые. И я вам должен сказать, что Папуа Новогвинея же, она вторая по рейтингу преступности среди 220 стран наших, которые в мире существуют, даже более того. И я вам должен сказать, что это абсолютно не соответствует реальным делам. Я уж не знаю, как там они считают эту враждебность со своей точки зрения, но мне такое ощущение, что так же, как и во времена Миклухомаклая, когда он туда отправлялся, считали, что он абсолютно точно не выживет, а через год, когда он там встречал корвет, российский, русский корабль, довольный, счастливый, говорящий на папуасском языке бонгу, и желающий остаться, все были просто удивлены, как же так, и его не съели, и все хорошо. Так вот сейчас так же меня удивляет, что прошло 150 лет, а мы иногда своими, может быть, неточными данными вводим людей в заблуждение. И поэтому некоторые действительно считают, что папуаса до сих пор находится в каменном веке. Но я вам должен сказать, что, конечно, традиции, и особенно там, где я был, а я побывал в шести деревнях, у меня были очень интенсивные сейчас полевые исследования, там действительно и нет интернета, и не пользуются мобильными телефонами активно, то есть я имею в виду гаджетами, которыми можно выйти в интернет, потому что цель моего исследования была в том, и я поставил себе задачу посмотреть, как влияет глобализация на коренное население, а коренное население папуасов и папуаново-гвинейцев, это около 9 миллионов человек, 10 даже, можно сказать, там точные цифры сейчас будут уточнять. И из них получается, что большинство людей, 87%, проживает в деревнях. Поэтому если уж исследовать, то надо идти в деревни. Я, конечно же, пошел по Стопану Миколуху Маклая, моего двоюродного прапрадеда, путешествовал в те деревни, и даже дополнительно, в тех, в которых он не провел активные исследования, оно описано, но не было действительно таких явных встреч. И знаете, как я это делал? Я взял книгу, которую мы опубликовали, новую уже, тех дневников, которые были, Миколуху Маклая, это шеститомное собрание сочинений, которое было опубликовано еще в том веке, а мы дополнили, и я вот сейчас ее взял, и мы шли вместе с моими друзьями, коллегами, папуаново-гвинейцами, потому что они были моими помощниками, проводниками, и просто листали ее, и шли по этим деревням, и смотрели, что изменилось. Это было потрясающе, когда мы показывали фотографии, и, точнее, рисунки Миколуху Маклая, они смотрели на них, узнавали своих родственников, и рассказывали о Миколуху Маклая то, что они знают, потому что у них не описываются истории, у них они передаются из уст в уста. И вот это, конечно же, уникальная возможность, когда ты идешь действительно по стопам, открывай эту книгу, и смотришь это все в настоящем моменте, что же изменилось. Я вам должен сказать, что не очень сильно повлияла последняя ситуация, когда улучшилась. Будем налаживать связь, восстанавливать связь, потому что сейчас у нас прямая линия в прямом эфире между берегом Маклая, это место, где живут папуасы, те самые, Попуа-Новая Гвинея, и московской студии Маяка, да-да-да, где, конечно... Настоящие папуасы, не такие, как мы, а настоящие. Да-да-да, давайте так, от папуаса к папуасу, да, в хорошем смысле, конечно, этого слова, да. Итак, Николай Николаевич отправился с книгой, с шеститомником, с картинками, которые рисунками делал лично великий наш путешественник, соотечественник, и люди, вы представляете, сквозь полтора века узнавали нарисованных своих родственников, портрета этих людей, представляете, какое чудо. Очень сильно поразило заявление Николая Николаевича, что место, где он сейчас находится, это второе в мире по уровню преступности. И вот он так, знаете, вот так бравурно достаточно заявил, что ничего подобного он там не наблюдает, и вдруг связь оборвалась, и вот не хочется представлять, например, вонзённый в ноутбук, например, копьё. Но мне кажется, что он просто лишился телефона прямо во время беседы, представляете? Просто велосипедист проехал, и телефона нет. Погодите, Николай Николаевич заявил, что никаких признаков цивилизации нет, какие велосипеды, вот, люди двигаются пешком. Просто марафонец. А, пешком. Да, раз, и нету. Нет, нет, поверить в это я не могу, Николай Николаевич не из тех, так сказать, кто просто выпустит из руки орудия, из рук орудия связи, да. Вот, давайте пытаться снова и снова связываться с Николаем Николаевичем, да. Не можем восстановить связь с Николаем Николаевичем Миклухом Аклаем, зато, зато позвонили Сергею Петровичу Дику, сотруднику фонда Миклуха Маклая. Сергей Петрович, доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Петрович, вот надеемся, что с нашим другом Николаем Николаевичем всё в порядке. Вы должны нас утешить, потому что вот связь наша неожиданно прервалась буквально через несколько минут, а он находится у Папуаса в гостях, да, через несколько минут после того, как он высмеял пребывание этой земли на втором месте в списке самых криминально опасных мест на земле. Что скажете? Успокойте, пожалуйста. Я могу сказать, что с Николаем Николаевичем всё в порядке. Он уже там не первый раз, его там даже знают, помнят. Связь действительно прерывается, поэтому мы бываем с ним на связи по WhatsApp, вот так только переписка. Телефонные разговоры, конечно, немного осложнены. Но то, что Папуанова в Гвинея находится на втором месте в криминальном уровне, это так показывает статистика. Но, опять же, Николай Николаевич готов это опровергнуть, так как он находится там уже третий раз в экспедиции. И на деле рассказывает, что ничего такого ужасного не происходит. Ни чуть ни выше, ни ни ниже, чем в любой другой стране. В зависимости от того... Сергей Петрович, да. Мы с вашим замечательным коллегой Николаем Николаевичем говорили о том, что он отправился по следам экспедиции своего знаменитого двоюродного прадеда, да, и с целью обнаружить, насколько нынешняя цивилизация проникла в классические патриархальные устои жизни папуасов. Неужели там... Ну, вот там нет, он сказал, мобильной связи, нет интернета, но неужели там нет, например, коричневой газировки, велосипедов и прочего, телевизоров? Насколько действительно люди там вот пока не запачканы этой современной технической, технократической цивилизацией? Я думаю, что в более отдаленных районах, конкретно в деревнях, где он сейчас находится, там, возможно, прям телевизоры не распространены. Но я сам видел из видеозаписи экспедиции, что там есть солнечные батареи, есть мобильные телефоны, может быть, не смартфоны, но кнопочные. То есть в какой-то степени глобализация проникает, но именно в целях необходимости, то есть оставаться на связи, получать какие-то новости. Да, да. Сергей Петрович, а вот сами папуасы, эти чудеса техники, которые, в принципе, если отбросить нашу привычку к ним, ну, это чудеса самые настоящие, да, электричество из солнечной панели, там, сотовый телефон, они к этому относятся как к магии какой-то? Или вот как они, их архаическое сознание принимает вот в свой уклад жизни эти новые вот прибамбасы все? Могу сказать, что на человека с видеокамерой они смотрели с удивлением, так же, как любой человек, который редко появлялся в объективах. Но сейчас они не выражают такого удивления к этим достижениям техники. То есть спокойно они умеют этим пользоваться, знают, для чего это, возможно, не знаю, понимают устройство этого, но как оно работает и для чего нужно, вполне понимают. Да. Сергей Петрович, ну, тогда мы хотим от лица нашей команды и от лица всех слушателей, которые встревожены, я получаю уже сообщение, люди встреву, куда пропал, Миклуха Маклай, не тот, а этот, вот, наш современник, да. Ну, вот, просьба, конечно, как только Николай Николаевич выйдет на связь снова, да, мы по-настоящему волнуемся. Вы, пожалуйста, через нашего редактора, через Аннушку нам телеграфируйте в мессенджере, да, сообщите, что с ним все в порядке, и мы в эфире обязательно выдадим эту информацию, потому что, ну, это наш человек, это наш друг, и мы волнуемся. Сергей Петрович Дик, сотрудник фонда Миклуха Маклая, и держим за Николаю Николаевичу кулаки, чтобы все у него там было в далеком, чуть в Филопии не сказал, все в порядке.